Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша любимая девочка-волшебница Невермор, и мы возвращаемся в любимый Римворл, не особо давно его покинув. Как вы видите, Римворл обновился до версии 1.4 и заехало обновление Биотек, целая DLC-шечка. И пускай мне в комментариях уже пеняли, что он называется Биотек, а не Биотех, мы будем говорить на своем суржике и мучить вас одним дальше. Начинаем с того собой, что новое поселение, но не простое поселение, а с маленькой-маленькой бусинкой. Или даже маленькой лаляшкой, не просто лаляшкой, а лаляшкой-механитером, которая в будущем станет, возможно, даже императрицей всей известной галактики. Но пока что начинает на отдельно взятой планете, ибо на родной ее немножко недопоняли в ее имперских амбициях, и начинает она с одним дроидом-подъемником и одним дроидом-строителем, плюсиком, которым идет некоторое количество серебра в районе около тонны, 40 сухпаючков, 10 медикаментов, 55 компонентов, 900 стали и 100 пластали, ну а в довесок 5 субличностей для создания новых механоидных дроидов. Поскольку контента заехало в этом обновлении очень и очень много, мы, друзья, не будем гнаться за самой большой сложностью, а выберем крови, прах и загрузку в любой момент, которую мы, само собой, не абьюзим. В данном случае прохождение начинается на ванильной версии игры без модов совершенно, планету мы генерируем на полные 100%, ну а зерно у нас будет называться Казуми, и все это я рассказываю для желающих повторить то же самое на этой же карте. Что касается нового параметра загрязнения, то его мы выставим на бодрую четвертушечку, то есть на 25%. И что касается фракций, то дело ясное, что добьем полный лимит до 12, взяв племя каннибалов, племя нудистов, само собой, куда же без них, воинственное племя, племя дикарей и, возможно, на этом и закончим, ибо больше взять игра не разрешает. Что же касается стартовой локации, то в нашем голосовании в ютубчике, в сообществе там было такое, с огромным отроем победил экваториальный прибрежный регион. Ну а наиболее интересным местом оказалась вот эта вот кустарниковая степь, с небольшим побережьем запада, с наличствующими пещерами и просто на границе зараженной зоны, но не в ней самой, ибо мы все-таки имеем некоторое желание выжить. Местность, как вы видите, несколько горная, что должно удовлетворить тех, кто голосовал за второй популярный вариант, а именно тундровую гористую местность. И видит Ктулху, я очень благодарен вам, друзья, что вы ее не выбрали, ибо это было бы очень и очень неприятно, сложное и долгое прохождение. Что касается размера карты, то мы сделаем ее максимально большой, 325 на 325 клеток. Правда, вот здесь у меня возникает вопрос, не было ли здесь раньше карт 400 на 400, но вопрос останется без ответа, скорее всего. Ну и пока мы не пошли дальше, я не забуду поблагодарить наших сегодняшних спонсоров, а именно товарищу Душонку Тушонку за большое спасибо за контент от Ксеносов, и господина Темпеста за мощное донатное внесение, которое позволит Неверу оплатить коммуналочку в этом месяце. И таки на этой мажорной ноте мы переходим дальше, а именно к нашей диалоге. Как я уже говорил, нашей главной героиней станет лаляшка-механистка, проповедующая собственную религию под названием архический лаляшизм. Но с ней мы познакомимся несколько позже, а для начала выберем нашу главную героиню. Как видите, в этой версии игры уже добавился редактор ксенотипов, позволяющий комбинировать различные гены и даруемые ими возможности и недостатки. И здесь мы тоже в духе прохождения создадим не просто лаляшку-механистку, а лаляшку-механистку-кошка-девочку с прекрасными кошачьими ушками, человеческим носиком, маленькими-маленькими рожками, худенькую с розовыми волосами, несколько более слабую в строительстве и животноводстве, и еще более слабую в искусстве и общении, зато прекрасно разбирающуюся в умственном труде, что и позволило ей, собственно, работать со сложными механоидами, среднеустойчивую к психическим эманациям на планете, особо не нуждающуюся во сне, имеющую прекрасные длинные волосы и, само собой, имеющую ясные красные глазки, как у ее любимого Волан-де-Морта, на которого она во всем хочет быть похожей, за включением носа, конечно же. Именем нашей героини будет Некс, и в свои 14 биологических лет она как нельзя лучше подходит нам для этого прохождения. Так что врываемся, друзья, и смотрим, куда мы попали. Ну а попали мы, по сути, в довольно-таки неплохую зону, умеренно гористую, имеющую прекрасный пляж для отдыха, ну и, в принципе, довольно приспособленную к обороне. Ну а первое, с чего мы начнем, это, конечно же, будет планирование нашего будущего жилища. Тем более, что у нас есть не только дрон-переносчик, но и дрон-строитель. И для него мы сразу же находим прекрасную работу, а именно разобрать существующие на карте постройки, как на севере, так и на юге, чтобы потом соорудить из них что-то более интересное. Тем более, что на первых этапах развития, даже самой нашей будущей императрицы Ката Некс, не грех будет поработать руками и создать что-то самой. В то время, как дрон-переносчик займется своей основной обязанностью и передвинет содержимое нашего склада в более защищенную отделенную зону. Тем более, что первоначальные запасы у нас довольно-таки неплохи. Пожалуй, здесь же, в этой горной долине, мы разберем еще и оставшиеся старые строения из мрамора. И не просто разберем, а даже творчески переосмыслим. Тем более, что наша девочка Ката, пока летела на планету, приблизительно набросала план постройки для своего будущего архи-лаляшного дворца. Располагаться он будет в защищенной западной зоне, но постройка сразу же будет производиться из самых лучших материалов, пускай, возможно, и займет несколько больше времени, чем в создании обычного базового жилища. Что же касается ограничения складской зоны, то ее можно временно соорудить из обычной стали, просто для сохранения полученных нами на старте ресурсов. Ну и само собой не забыть накрыть все это крышей, дабы не портилось под внезапными дождями. Пожалуй, что на данном этапе строительные работы будут основным, чем будет заниматься наша Ката, особенно в свете того, что ее навык владения инструментами равняется практически нулю, и это упущение нужно срочно ликвидировать. Но пока она на пару с роботами занимается этим благим делом, мы ознакомимся с идеологией, которую она продвигает в массы. Архи-ческий лаляшизм — это религия, созданная самой Ката, и продвигающая ее супремасизм как главные архи-лаляшки, главенствующие над всеми остальными созданиями, но они, в свою очередь, могут быть не более, чем слугами или же одним главным слугой. Священным животным, конечно же, будет являться кошечка, но архи-ческая составляющая намекает нам на поклонение высоким технологиям, например, таким, как архи-ческий технологический плазменный меч, наряду с реликвиями арха-ларца, арха-кулона-господства и реликвия лордкома. Что же касается принципов, то их немного и они все логичны. Поскольку Ката в будущем станет императрицей Империума, другие создания могут быть не более, чем рабами, а значит рабство почитается. Равно как и поедание менее развитых созданий, таких как зайчики, газели, крысы или те же люди. В своем выборе партнеров Ката, конечно же, не будет ограничено, и может брать их сколько угодно. Ну а собственный высокий интеллект и повышает скорость исследований на 150%. Впрочем, все это будет немного позже, а пока что стоит озаботиться хотя бы базовой кроватью из стали, чтобы нам было где переждать ночь. Ну а заодно стоит задуматься и о нуждах наших механических помощников. Даже несмотря на то, что они железные и слабо уничтожимые, у них есть постоянная нужда в зарядке своих аккумуляторов, а значит как минимум на складе мы должны установить механоидный зарядник и построить хотя бы парочку ветрогенераторов для запитывания его энергией. Ну а мы уже прекрасно видим, что и наш строитель, и наш переносчик исчерпали свой ресурс энергии уже на 50%, и доводить их до полной остановки мы просто не можем, ведь у самой Ката из оружия только один базовый пистолет, и в случае налета могут возникнуть определенные сложности. Впрочем, зарядник не занимает много времени на постройку, но для самих механических помощников мы установим лимит перезарядки не в 5%, а пожалуй в бодрые 25%, чтобы они в любом случае могли добраться до базы с любого конца карты. И раз уж вопрос с энергией мы закрыли, то пожалуй переключим Ката со строительства временно на воспроизводство своих съедобных ресурсов. И для начала она сбреет все лишние растения в зоне строительства, ну а затем засеет несколько посадочных зон разными видами произрастающих растений. Первая зона будет занята традиционной картошкой, вторая кукурузкой, третья лечебным корнем, четвертая хлопчатником, пятая клубничкой, и шестая самая большая, конечно же, нашим всеми любимым рисиком. Пускай пока что умение Ката находится и на бодрой троечке, а значит лекарственный корень и клубничка ей будут временно недоступны. Впрочем, стоит думать, что с такими большими зонами посадок ее умение прокачается довольно быстро. Ну а пока она работает на полях, мы несколько улучшим ее родной быт, допустим приватизировав стальной столик и установив ей в будущую комнату, заодно добавив и парочку деревянных стульев, тем более что некоторое количество дерева мы уже добыли при расчистке. В то же время к нам на карту забредает гость по имени Тэмми, и к счастью для нее это женщина, а не презренный мужчина, который одним своим существованием оскорбляет любую кошка-девочку, так что с Тэмми мы вполне можем подороговать нашими ресурсами, при условии, что у нее есть что-то интересное. Да и стоит заметить, что Тэмми является довольно-таки интересным и довольно смелым персонажем. У нее в кармашке внезапно завалялся чертеж пышковых ранцев стоимостью в 3080 монет, а это, друзья мои, совсем не мало, особенно для одиноко путешествующего путника. Впрочем, на данном этапе мы не имеем даже стола для исследований, а значит такой чертеж нам просто бесполезен. Так что по доброй воле ката Тэмми может продолжать свой путь, по крайней мере пока у нас на базе нет достойной тюрьмы. На следующее же утро наша ката все так же возвращается к однообразной засадке растений, в то время как наш робот-строитель заряжается, а в своей очереди ждет наш подъемщик. И именно это время выбирает бешеная крыса, чтобы сойти с ума и попытаться атаковать нашу кошечку. Глупое животное просто не понимает, с кем связалась, впрочем рисковать мы не будем и встретим ее во всеоружии, конечно же используя и помощь наших дронов. И как и ожидалось, победа оказалась быстрой и решительной, что впрочем не отменяет того факта, что у нас слишком мало рабочих и слишком мало защитников. И это в свою очередь означает необходимость создания новых и новых механоидов и постройки механоидного же сборщика. Сооружение-то по сути не очень сложное, зато позволит нам использовать наши субличности и построить агродроида, возможно еще одного конструктоида, и что самое главное милитура защитника. Так что на данном этапе это задание будет даже приоритетнее, чем посадка любимого картофана. Что же касается убитой крысы, то мы не будем спешить разделывать ее на мясо и строить какую-либо кухню, ведь мы находимся в экваториальной полосе, а значит сезон роста растений здесь круглый год, и на карте постоянно будет присутствовать огромное количество разного рода фауны. Как видим даже с нулевым навыком строительства, настоящий механитер такой как Ката с легкостью строит механический гестатор. Ну а мы же добавляем первое задание на создание агродроида, чем Ката сразу же и займется после небольшого отдыха. К тому же, как мы видим, время от времени ей необходима медитация, скорее всего, чтобы не расстраиваться из-за еды на земле, сна на улице и на холоде. Впрочем, бодрые 18 градусов температуры это уже на 2 градуса больше, чем испытывает спящий под двумя одеялками Невермор, так что Ката в этом случае грех жаловаться. Но в любой ситуации место для медитации мы ей все же организуем. А заодно добавим и обычную лампочку на складское помещение, поскольку первого дроида Бенеги Ката приходится собирать в темноте. Да и, собственно, собирать слово не совсем правильное. Механоиды в нашем случае выращиваются в специальной меха-жидкости, что само собой требует энергии и немедленно расчистки наших солнечных генераторов. Это во-первых. А во-вторых, еще и будет производить некоторое количество загрязнения, так что нам сразу же придется выделить отдельную зону свалки, само собой подальше от жилых помещений. Опять же, на будущий показ рейд агродроид, мы проведем энергетическую линию от нашей мастерской генераторов до самых погоев нашей любимицы. И там тоже установим парочку осветительных лампочек, чтобы в будущем Ката не получала дебаф за сон в темноте. На удивление, следующий ивент несколько решает наши общие проблемы постройки. При условии, конечно, что мы переживем первый наш на карте налет, а именно налет злобной банды из фракции таксоидных пиратов. Или, точнее сказать, одного пирата, который будет еще некоторое время готовиться к нападению. Как видим, вооружен он довольно слабо, всего лишь револьвером плохого качества, однако при удаче это не помешает ему доставить нам неприятностей. Так что, чтобы не рисковать, мы не будем дожидаться его нападения, а пожалуй, нападем на него сами, собрав всю ту же сдвоенную команду из самой Ката и ее дроида-конструктора. Пускай не без повреждений, но не без повреждений, нам удалось удержать победу, хотя бедняга-конструктор и потерял свою заднюю левую лапку. Что же касается пирата-налетчика, то этот негодяй посмел поднять руку на прекрасную кошка-девочку Ката, и раз уж у нас нет закрытого помещения, куда его можно поместить и изъять лишние органы, в данном случае Ката просто разденет его и милосердно добьет рукопашную. Ну а все его ресурсы, само собой, отправятся к нам на склад. Мы же в свою очередь вернемся к мраморному метеориту, упавшему на наши поля, и, как я и говорил, упавшему довольно вовремя. Как видите, по нашему плану, жилище Ката должно полностью строиться из мрамора, но мрамора, как такового, на этой карте мы не нашли, за исключением отдельно взятых некоторых построек. Так что добыть сейчас его некоторое количество и использовать перестройки будет самое то, что нужно. Благо, что в отличие от строительства, шахтерские навыки Ката уже на двоечке, а значит, она вполне неплохо с этим будущим справится. Впрочем, не будем забывать, что камень нужно не только добыть, но еще и порезать, так что в нашу мастерскую теперь добавляет стоящий стол для разделки камня. Временно все из того же базового дерева, для экономии стального ресурса. Кстати, идя на битву с подлым пиратом, Ката, краешком глазика, заметила руины древнего строения, что может означать не что иное, как древнюю опасность. Но к ней мы приступим не раньше, чем соберем нашего нового механоида-защитника. К несчастью, при довольно слабом умении горного дела, количество применимых обломков мрамора тоже оказывается очень маленьким. Всего лишь три несчастных штучки. Но их мы тоже сразу же применим в дело, ведь идет уже восьмой день пребывания Ката на этой планете, но она все еще не обзавелась нормальным или хотя бы просто закрытым жильем. Впрочем, на позитивной ноте уже через несколько часов рождается наш новый механоидный ребеночек. Ну а только родившись, он сразу же отправляется в работу. Следующим же, как и предполагалось, станет Мелитор, на удивление требующий еще меньше ресурсов, зато в будущем способный обеспечить нашу большую безопасность на карте. В свою очередь механоид-конструктор, как бы это ни было грустно, израсходовал последние единицы мрамора, но при этом он завершил жилище Ката все лишь наполовину. Но, чтобы нам не было скучно, еще одним событием происходит внезапный бзыд и резкое возгорание на нашей энергетической линии. Возвращаясь же к нашему домику, то, к сожалению, друзья, некоторые материалы придется временно поменять на базовую сталь или тот же известняк. Ну а в будущем по возможности импортировать мрамор и уже перестроить все в лучшем виде, как это и было задумано. Опять же, пока мы всем этим занимаемся, наши посадочки доросли уже до 74% на рисике и 57% на картофане, так что от необходимости построить кухоньку мы просто не можем избавиться. Ну а само сооружение, пожалуй, заложим рядышком с нашей генерацией энергии и аккуратно пристроим его с маленьким шлюзиком к пещерной стене. Впрочем, снова отвлекаясь на очередное интересное забытие. К нам на карту падает некое тело, весьма и весьма странное на вид. Это тело полностью серое, голое, страшное и относится ко все той же фракции таксоидных пиратов. Из позитивных качеств это создание обладает неплохим навыком ближнего боя, но из негатива она уродлива, что будет просто оскорблять нашу лаляшку ката. А еще этой будущей рабыне недоступна простая работа, так что судьбой ее будет умереть точно на том же месте, куда она и упала, без всякой мысли о возможном спасении. Мы же вернемся к нашей будущей кухоньке и установим парочку маленьких кондиционеров для сохранения продуктов. Правда, бедняжке ката временно придется вернуться к горнодобывающей деятельности и восполнить наши убывающие запасы стали. Понятное дело, что простая и бездумная работа горняком это не то, чего хочет будущая императрица галактики. А значит, чтобы вознаградить ката за ее терпение, мы установим ей небольшое развлечение, а именно старую добрую серебряную палочку для небольших девичьих наслаждений. Кстати, как можно заметить, механоид-колхозник прекрасно справляется со своей работой, но учитывая тот факт, что он не требует ни сна, ни отдыха и не имеет практически никаких нужд, кроме зарядки, делает его просто-таки идеальным работником. Еще и с функцией авторемонта, которую мы, кстати, можем включить у нашего дроида-строителя и проверить, сможет ли он восстановить свою отстреленную ногу и залатать огнестрельное ранение от револьвера в грудной клетке. Само собой, никто не ожидает, что строительный дроид сделает это с собой сам, но на то ката у нас и механист, чтобы уметь ремонтировать созданных ей механических помощников, даже несмотря на слабый психический гул, накрывающий всю карту. Как видим, повреждения механоидов действительно можно устранить полностью, и это не только ускоряет нашего дроида, но и открывает в будущем невиданные горизонты по производству. Кстати говоря, на удивление, механоид-колхозник настолько оперативно работает, что у него даже есть свободное время, а значит мы сделаем то, чего мы не делали практически никогда в наших прохождениях. Например, небольшую розовую аллею прямо у входа в будущее жилище ката. Ну а саму ее мы временно снимем с горнодобывающей задачи и переключим на что-то более ей подходящее. Например, на проведение базовых исследований. Однако же силы злого зла в очередной раз не дают нам расслабиться. В этот раз с ума сходит злобная бум-крыса. Ну а она, как мы знаем, может не только покусать нашу бедняжку ката, но и сжечь поселение к злобным бебеням. Так что самое время извлечь из камеры уже созревшего механоида-охранника. Ну а с ним отбиться уже будет несколько попроще. Саму мертвую бум-крысу в этот раз мы уже отправим в холодильник. Тем более, что два кондиционера выдают необходимое нам минус 19 градусов и храниться она сможет неопределенное количество времени. Но что касается первого исследования на нашем новом исследовательском столе, это, понятное дело, будут солнечные батареи, а в будущем и аккумуляторы, чтобы несколько повысить выработку энергии. В данном случае нам пришлось временно отключить механоидный гистатор, поскольку даже 50 ватт потребляемой мощности при слабой работе ветряных панелей не позволяет нам одновременно использовать и механоидный зарядник, учитывая, что мы поддерживаем еще и два кондиционера. Ну и как будто нам этого было мало, на карту обрушивается еще и ужасающая жара. Стоит ожидать, что температура днем повысится до рекордных 50-60 градусов, ну а при отсутствии какого бы то ни было ветра, даже в холодильнике будет очень трудно спрятаться. Впрочем, мы все же переставим туда кровать ката на всякий случай, по крайней мере, пока не достроится ее основное обиталище. На удивление, похоже, для компенсации негативного влияния в качестве позитива к нашему поселению прибивается небольшая зайчиха, но это явно не то животное, которое мы ищем, а значит долго она у нас и не продержится. Стоит заметить, что удивительным образом ката не особо подвержена жаре, то ли благодаря мощным кошачьим ушкам, которые обеспечивают хороший теплообмен, или же, возможно, благодаря синканевой одежде, хотя она теоретически и не дает такой защиты от теплообмен. Но в любом случае, благодаря этому, перенос кровати в холодильник можно отменить. А вот чего нельзя отменить, так это очередного налета команды таксоидов. И в этот раз на нас нападает зависимый от психи на черный мужчина с рогами, с деревянной левой кистью, да еще и вооруженный страшным ножом из стали. На него, впрочем, жара, кстати, действует, так что к моменту начала атаки он уже подвержен 8% теплового начального удара. Его работа и движение снижены. Но в отличие от него, наш механоид милитор, как всегда, свеж и, конечно же, готов к бою. В этот раз негодяй посмел коснуться нашего самой ката, впрочем, не до крови, а всего лишь до ушибов. Но вина его от этого не становится меньше. И в этот раз негодяй таксует и ответит по заслугам. Заодно, сделав нашу ката несколько богаче, причем не только в плане бренных материальных ресурсов, сколько в плане медицинских знаний. Например, знаний о возможности извлечения гемогена, правой почки, правого легкого и при некоторой доле везения даже сердца. Первая процедурка по извлечению плазмы крови прошла успешно. Хотя это вело обеднягоду предсмертного состояния, особенно суммируя это с 40% тепловым ударом. Впрочем, вторая операция провалилась, а до третьей мы даже не будем доводить, чтобы не тратить необходимые себе медикаменты. А просто казним это тело и остатки его отправим в холодильник на будущие времена для использования. Само собой, как будущую темную властительницу, нашу лаляшку ката должны бояться и уважать. А ничто не внушает большего уважения и страха, как черепушки на колышке, установленные возле твоей базы. Ну и согласитесь, друзья, лучше эта вещь могла бы выглядеть только если бы мы покрасили ее в нежный розовенький цвет, что, впрочем, возможно мы еще и сделаем в будущем. И сделать нам это не помешает даже внезапно набежавшая на карту затмение. Тем более, что в силу отсутствия ссылочных панелей нас это совершенно не волнует. И лучше же мы обратимся к полностью достроенному жилищу нашей архи-лаляшки, пускай временно и без полового покрытия. Благо, что всякой покрасочкой и украшательством мы, друзья, сможем заняться уже в следующих эпизодах. А пока что сделаем маленькую паузу, и как всегда я напомню про наши телеграм, дискорды, вконтакте, ссылочки на которые вы всегда можете найти под видео в описании. Теперь же всем удачи и до встречи. Ну а к приключениям нашей любимой кошка-девочки Ката мы постараемся вернуться как можно быстрее. При условии, конечно, что у Невера в очередной раз не выбит электрическое освещение.